МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Екатерина Ивановна Антипова – узница концлагеря. К фашистам она попала в пять лет. Лагерь смерти, в котором находилась маленькая Катя, был под Псковом. У нас в Германию хотели всех ребятишек, особенно. А до Псковы дошли и там чего-то и не пустили. Наши уже там стали поступать. Уже там и Балтийское море, и все уже наши воевать стали по-настоящему. Екатерина Ивановна рассказывает, что после освобождения, вернувшись домой, она и другие узники получили клеймо предателей. В страхе за свою жизнь и жизни близких они меняли фамилии и пытались скрыть пережитое. Только в 1995 году, когда Победа праздновала юбилейную дату 50 лет, узников в концлагерее официально признали невиновными и стали вручать медали и ордена. Но своими наградами Екатерина Ивановна не гордится. Не считаю себя слишком заслушанной к этими медалями. Вот и все. Сколько нас там было, сколько там погибло, умерло с голоду. В память о погибших и выживших ежегодно 11 апреля во всем мире отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Дата была выбрана и утверждена ООН не случайно. Она установлена в память об интернациональном восстании узников лагеря Бухенвальд, которое произошло 11 апреля 1945 года. Они пережили очень много. В городе-то их немножко, ну там два раза на руках пересчитать можно осталось этих людей. Но тем не менее выразить свое отношение к ним мы обязаны. Мы идем их навещать, чтобы они понимали, что люди о них помнят, что люди помнят, что было страшно. Потому что им нужно внимание, им нужно почувствовать себя важными. Всего в концлагеря, лагеря смерти, тюрьмы попало около 18 миллионов человек. Из них более 11 миллионов были уничтожены. Среди погибших 5 миллионов граждан СССР. Каждый пятый узник был ребенком. И он сказал, поехали. 12 апреля 1961 года гражданин Советского Союза, старший лейтенант Юрий Алексеевич Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полетов. Полет, длившийся всего 108 минут, стал мощным прорывом в освоении космоса. Имя Юрия Гагарина стало широко известно в мире, а сам первый космонавт получил звание Герой Советского Союза и навсегда вписал и свое имя, и этот полет в мировую историю. 12 апреля исполнится 60 лет со дня первого полета человека в космос. Давайте спросим у саровчан, как они относятся к этому празднику, скольких космонавтов знают и мечтали ли сами когда-либо отправиться в космос? Мне кажется, это довольно-таки важное событие для страны нашей, потому что очень классно, что именно в нашей стране человек Юрий Гагарин первым полетел в космос. Я считаю, это очень отважный поступок. Кого из космонавтов знают? Вы знаете, сейчас вот так и неожиданно получилось. Естественно, первого летчика, испытателя и космонавта, это Юрий Алексеевич Гагарин. А с вами в детстве? И дальше. А с вами в детстве мечтали стать космонавтом? Нет, летчиком мечтал, хотел стать. Мы должны помнить, что в космосе мы были первыми и должны сохранять достойное свое отношение к космосу и месту в мире. А кого из космонавтов знаете? Гагарина. Все? Леонова. А в детстве мечтали стать космонавтом? Да нет, не особо. А чего так? Очень вредно-опасная профессия. Мне кажется, половина детей моего времени мечтала улететь в космос. А вы? Ну, естественно, так же. Благотворительный фонд «Память поколений» проведет с 27 апреля по 22 июня всероссийскую акцию «Красная гвоздика». Каждый житель региона может внести свой вклад в дело помощи ветеранам, приобретая значок «Красная гвоздика» онлайн в магазинах популярных торговых сетей, отделениях Почты России или получая его за пожертвование у волонтеров. Средства от реализации значков направят на оказание помощи ветеранам. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Нижегородские инвалиды, участники Великой Отечественной войны, получат ежегодные выплаты, сообщает пресс-служба отделения ПФР по Нижегородской области. Ее смогут получить ветераны, принимавшие непосредственное участие в событиях 1941-1945 годов. Выплату в размере 10 тысяч рублей доставят одновременно с пенсии в апреле. Деньги будут выплачивать на основании документов, которые есть в территориальном органе ПФР. По-настоящему летнее тепло будет радовать жителей области на этой неделе. По информации синоптиков, во вторник воздух прогреется до плюс 20. А в среду, согласно данным сервиса «Яндекс.Погода», столбики термометров поднимутся до 22. Будет солнечно. Похолодание ожидают в пятницу. Днем температура составит плюс 11, а ночь будет колебаться в районе нулевой отметки. Облачно с прояснениями. Как ранее сообщила и о времен начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского гидромедцентра Ольга Макеева, температурный режим на этой неделе будет больше свойственен началу мая. Ученицы отделения дизайн детской школы искусств номер 2 Анна Ежова и Юлия Тюлюпа поучаствовали во Всероссийской предметной олимпиаде по изобразительному искусству среди учащихся третьих-четвертых классов. Саровченки стали победителями, набрав большое количество баллов. О заданиях конкурса и увлечениях юных дизайнеров расскажем далее. Определить жанр, название и автора картины – одно из заданий олимпиады, в которые участвовали воспитанницы Дэши номер 2. На одном из образовательных порталов в одно и то же время сотни участников проверяли свои знания в области изобразительного искусства. Каждый мог ответить на вопросы лишь один раз. Юлия Тюлюпа не допустила ни одной ошибки в заданиях. В каких-то заданиях было сложно, в каких-то нет. Мне прямо точно запомнилось, как я сидела на опять двойкой картин, я пыталась вспомнить. На занятиях в школе искусств девочка с интересом слушает про античную культуру с ее характерными архитектурой, мифами и легендами. Также юный дизайнер любит создавать макеты. С ними она каждый год участвует в международном конкурсе «Комната моей мечты». Еще одна ученица Дэши номер 2 Анна Ежова набрала высокие баллы в Олимпиаде среди третьих-четвертых классов. Многие знаменитые работы известных художников девочка распознала сразу. А не удалось ответить верно на 93% вопросов. Были некоторые вопросы легкие, некоторые сложные. Там была девочка с персиками, черный квадрат, золотая осень. На уроках отделение дизайн Дэши номер 2 учат рисовать, чувствовать цвет, владеть композицией, беседуют об искусстве и живописи в частности. Занятия ведут преподаватели с большим опытом, среди которых члены Союза художников России и кандидаты наук. Совсем недавно в школе открыли набор на 2021-2022 год. Подробную информацию можно узнать на сайте Дэши номер 2 в разделе «Приглашаем учиться» и по телефону 951-84. Отчетный концерт двух народных коллективов Центра внешкольной работы и Центра культуры и досуга в НЕФ прошел в эти выходные. Своим творчеством сарачан порадовали ансамбли русской песни «Сударушка» и «Забава». Со сцены прозвучали шуточные песни, потешки. Также организаторы включили блок песен на войне советских композиторов. Праздник народной песни. 10 апреля прошел ежегодный отчетный концерт воспитанников Людмилы Корпушовой. Народные коллективы ансамбля русской песни Центра культуры и досуга в НЕФ и Центра внешкольной работы «Сударушка» и «Забава» приготовили для саровчан двухчасовую концертную программу. Из-за пандемии времени на подготовку было не так много, но на сцене ребята держались уверенно, как настоящие профи. Любому артисту нужна сцена, где можно показать все, чему тебя научили, чего ты достиг, чтобы ощутить себя действительно артистом, за экраном, с монитором. Это все, конечно же, не то. Мы не привыкли к этому, мы не воспитаны на этом. И народное творчество – это всегда живое общение было. Жанровая тематическая палитра концерта получилась пестрой, живой и красочной. Со сцены звучали акапельные и фольклорные песни, произведения советских композиторов и современных авторов. Отдельный тематический блок посвятили предстоящему празднику и Дню Победы. В него включили и исторические песни о войнах в России. На сцену вышел и приглашенный коллектив. Воспитанники Анны Козловской студии эстрадной и народной хореографии «Задоринки» выступили с танцем «Топотушки». В воскресенье хоккейный клуб «Саров» провел заключительную игру в этом сезоне чемпионата области в высшей хоккейной лиге. За звание бронзового призера «Саровчане» сражались со «Спартаком» и с «Тумботином». Как проходил матч и удалось ли нашим игрокам завоевать третье место, расскажем далее. На первый перерыв команды уходили, так и не открыв счет. Первую шайбу ворота соперника «Саровчане» отправили во втором периоде. Следом за ней полетели еще две. К концу второго периода табло показывало 3-0. В третьем периоде «Саровчане» темп не сбавили. «Спартаку» удалось забить только одну шайбу в последние минуты игры. Вышли максимальный состав. У нас не было только Влада Парфенова сегодня. Он играет за студентов. А так все. Максимальный состав показали, что люди готовились, хотели. Бронзовые призеры чемпионата. Где-то вратарь подвыточил, где-то сами все забили. Ну и у Павлова, конечно, не хватало. Там 2-3 человечка, студентов, которые ключевые игрочки. Поэтому такая игра. Это была вторая встреча «Саровца» с «Спартаком» в плей-офф. Первую встречу на выезде «Саровчане» тоже выиграли со счетом 2-3. За 40 секунд до конца забив решающую шайбу. Как признаются сами игроки, весь этот сезон был достаточно сложным для них. И только финальная игра в полной мере показала, на что способны наши хоккеисты. Было много поражений в сезоне. Но хорошо, что в плей-офф закончилось так, что заняли третье место. Получилось у нас это сделать. Тренировки у «Сарова» будут проходить до конца апреля. Затем команда уйдет в отпуск. Насчет следующего сезона ясности пока нет. Лучший праздник – праздник, проведенный с пользой. Батутный центр «Гуд Батут» – отличный вариант для детских праздников или взрослых корпоративов. Чтобы попрыгать, там не нужно специальной подготовки. На батутах комфортно чувствуют себя как совсем маленькие карапузы, так и взрослые серьезные мужчины. Ваш лучший детский праздник в «Гуд Батут». Здесь есть все для того, чтобы ваша семья и друзья провели время весело и с пользой. Аниматоры, квесты, свой небольшой банкетный зал. И, как показывает практика, нравится отдыхать на батутах не только детям. Корпоратив для компаний от 4 до 10 человек в батутном центре – это тоже отличное решение. В такой активной форме можно, например, отметить день рождения или Новый год. В любом случае, посещение «Гуд Батут» станет для вас незабываемым опытом, который вам наверняка захочется повторить. Чему-то новому научиться, потому что батут оставляет потом положительные эмоции. Батутный центр подходит всем – профессиональным спортсменам и любителям, детям и взрослым. Тем, кто ставит перед собой амбициозные цели и кто хочет просто весело и с пользой провести время. В «Гуд Батут» можно встретить двухлетних карапузов с мамами и опытных акробатов. Сюда приходят по одному или дружными компаниями. Для занятий не нужно специальных знаний и физической подготовки. Все, что необходимо – соблюдать простейшие правила безопасности. Не нырять в поролоновую яму вниз головой, не прыгать вдвоем на одном батуте и сложные элементы выполнять под присмотром инструкторов. Любой человек, который даже не занимался спотом, может прийти и попробовать себя в этом. Да, первое время, конечно, будет непривычно, но со временем, с первого раза как бы ни у кого сразу не получается прыгать, но со временем, кто второй, третий раз приходит, ему ждается легче. С детьми в «Гуд Батут» занимаются профессиональные спортсмены-инструкторы. Программы рассчитаны на две возрастные группы. Для малышей от 4 до 8 лет и для ребят постарше – от 8 до 12. Конечно, после прыжков на батутах – прямая дорога в акробатику. Но вообще такие занятия работают на развитие и укрепление всего тела. Развивать координацию. Начиная с малых лет, если ребенку сюда отдавать в спорт, именно батут, то когда он подрастет, он будет хорошим спортсменом. Здесь работают все части тела. Смотря какой ребенок, обычно дети приходят сюда, наверное, лет с 4. И если они дальше хотят идти профессионально заниматься, то они идут, соответственно, в школу акробатики. Рады в «Гуд Батут» и совсем крохом. Малышам от полутора-двух лет весело в сухом бассейне и веревочном городке. С ними занимаются аниматоры. Да и попружинить с мамами и папами на батутах такие карапузы тоже могут. Перед выходом на батуты с ребятами в игровой форме проводят разминку. А после занятия дети с удовольствием ныряют в поролоновую яму. Туда, кстати, с радостью прыгают и взрослые. Батутный центр – тот самый билет в детство, который доступен каждому. Спортсмены-профессионалы вытворяют на батутах невероятно сложные трюки. Но для того, чтобы просто расслабиться и получить удовольствие, достаточно слегка пружинить и немного подпрыгивать. Всего несколько минут и напряжение рабочего дня как не бывало. На все оборудование в центре «Гуд Батут» есть сертификаты соответствия. Отдых и занятия тут абсолютно безопасны, если соблюдать все правила и слушать инструкторов, которые всегда дежурят в зале. На занятия по абонементам действуют скидки. Также скидки есть для многодетных семей и детей с ОВЗ. Батутный центр «Гуд Батут». Прыгайте в свое удовольствие. Чапаева, 26, Элегант, второй этаж. Телефон 8-958-548-1448. Посещение по предварительной записи. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»